Ведущие средства массовой информации все активнее продвигают мысль о снижении ставки в США на 50 базисных пунктов. Это способствует дальнейшему ослаблению позиций американской валюты. Мы видим на графике индекса USDX, который отображает положение доллара по отношению к корзине из шести других мировых валют, как доллар спустился к своему 14-месячному минимуму к уровню 100,7 пункта. А учитывая, что заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке уже завтра, данная тенденция будет сохраняться вплоть до завершения сегодняшних торгов. Другое дело, что масштабы ослабления доллара сегодня окажутся несколько скромнее, нежели вчера. Поддержку американская валюта может получить в виде макроэкономической статистики. Сегодня в США публикуются данные по розничным продажам за август. И несмотря на возможное замедление темпов роста розницы с 2,7% до 2,2% за год, темпы спада промышленности производства в 0,3%, скорее всего, сменятся ростом на 0,2%. Так что два ключевых сектора экономики могут показать рост, и это, естественно, должно хоть немного, но поддержать доллар. А на европейском континенте очередная шокирующая новость. Индекс экономических настроений локомотива европейской экономики Германии буквально обрушился к уровню 3,6 пункта. Это самое низкое значение показателя с октября 2023 года. Такие новости говорят о том, что оптимизм в немецкой экономике почти полностью иссяк. Число опсимистов и пессимистов теперь поровну. Но на валюту еврозоны эта новость пока не повлияла. Инвесторы все-таки больше заняты прогнозами по ставке ФРС, и евро пользуется слабостью доллара. С начала новой торговой недели процесс восстановления курса евро ускорился, и это позволило преодолеть отметку 1,1100. Такой ценовой шаг свидетельствует о восстановлении более чем на 60% относительно недавнего коррекционного цикла. Поэтому стабилизация цены выше 1,1100 указывает на последующий рост евро. И с точки зрения технического анализа допускает дальнейший рост котировки до уровня сопротивления 1,1200. В качестве альтернативного сценария можно рассмотреть замедление восходящего цикла в виде застоя отката, который будет обусловлен локальной перекупленностью курса евро на краткосрочных временных интервалах. Ожидание снижения процентных ставок в Соединенных Штатах сказывается и на стоимости нефти, толкая ее к дальнейшему росту, хотя и довольно скромному. Цены пока поднялись лишь выше 73 долларов за баррель. Это может свидетельствовать о возможном переходе от локального отката к полноценной коррекции графика вверх. Если этот сигнал подтвердится, то тогда уже ожидаем дальнейшего укрепления стоимости актива. Однако следует отметить, что даже при учете полноценной коррекции смена тенденции все же пока с технической точки зрения не наблюдается. Нефтитрейдеры ждут итогов завтрашнего заседания ФРС и действий со стороны ОПЕК+. На данный момент картель по-прежнему намерен в октябре увеличить объемы добычи нефти. Судя по тому, что данное решение не подвергается какому-либо пересмотру, скорее всего так и будет. Это оказывает на черное золото, сдерживая влияние, ограничивая потенциал роста стоимости. Таким образом, снижение ставки ФРС, если и приведет к росту нефтяных котировок, то все-таки довольно скромному. А российская валюта сохраняет стабильность, продолжает торговаться в районе 91 рубля за доллар. По сути дела, рынок остается в диапазоне от 90 до 92 рублей и на данный момент движется в направлении его нижней границы. Но, скорее всего, по его достижениям начнется разворот в сторону уже верхней границы к уровню 92 рубля. Такое вот плетовое движение. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!